Настя, привет! Привет, Андрей! Настя Аколов. Семейный и детский фотограф. Семейный. Ни детский? Ни детский. То есть, детей отдельно? Один, детей я не снимаю. Я снимаю детей только в рамках семейной истории. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ты из Питера? Ну, я вообще родом из Краснодара, южная. В Петербурге живу с 17 лет, но периодически все равно возвращаюсь на юг, и в общем-то сердце мое именно здесь. А в каких смыслах Питера? Уехала учиться в 17 лет. Учиться не фотографии, а психологии. И, в общем-то, отучилась, вышла замуж, осталась. И, в общем-то, так и живем там. А как фотографии замуж? Фотографии, ну, как бы стандартные, наверное, пусть, как у многих, да. Я работала в офисе. Пятидневка с 9 до 6. И, в общем-то, понимала, что такой ритм жизни не по мне. И хочется свободы, хочется заниматься чем-то интересным, творческим. И, как сейчас шутит мой муж, поменяла пятидневку с 9 до 6 на работу без выходных круглосуточную. Как и любой фотограф, да, более-менее успешный, на всяком случае. Фотографии я в 2009 года сначала училась, параллельно работала. Я училась в фотографии, параллельно работала в офисе. И потом первый ребенок, счастливая семья. И, в общем-то, пришло сознание, что в офисе я больше не вернусь. Так и осталось. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя твоя фишка в фотографии семьи? Фишка есть. То, что я делаю, то, что я создаю, я определяю как фотография, как наследие. И фишка моя – это работа с большими семьями, создание семейных историй и создание семейных портретов с большим количеством участников. Это то, что мне нравится больше всего, то, что я люблю, чем я фанатею, то, чем я живу и, в общем-то, то, чему я стараюсь учить своих учеников. Как это делать правильно, красиво, по-настоящему, с эмоциями, с нежностью, с энергией. И это то, чем я горжусь. То есть в одной съемке участвует большая семья, их бабушки и дедушки. Да, иногда и тети, и дяди. То есть достаточно такие бывают массовые проекты. И это то, что у меня, наверное, получается лучше всего. Из всего того, что я умею. Ого-го. То есть снимаешь только семьи? Там свадьбы, корпоративы? Нет, да. Я специализируюсь на семейной съемке. Причем достаточно широко, в широком понимании. От момента беременности до юбилея бабушки. То есть любой семейный значимый момент я могу отразить в своей работе. То есть это и выписки из роддома, и крещения, и семейные постановочные съемки, и беременности, и дни рождения, и в общем-то любые торжества семейные. Ну, кроме свадьбы, можно так сказать. Так, да. Широкий профит. Вот. Свадьбы? Нет. Я пробовала свадьбы. Мне понравилось, да. Угу. Мне понравилось, но у меня есть еще такое представление, что невозможно все делать классно, да, все снимать одинаково хорошо. И что-то получается у нас лучше, что-то получается у нас хуже, да. И где-то удается почувствовать энергию, да, те ниточки, за которые ты дергаешь, и перед тобой герои раскрываются, да. А где-то не удается. Вот. В работе пары, да, когда нет ребенка, нет живота, я не знаю, что с ними делать. Мне сложно определить, как себя вести, как работать с героями, чтобы раскрыть, да, энергетику, раскрыть настоящие эмоции, как-то их расшевелить и сделать картинку не просто красивой технически, но и наполненной чувствами. А когда есть ребенок, да, в кадре, будь он там в животе, либо на руках, либо рядышком, я знаю, что делать с семьей. Я чувствую, как себя вести и, в общем-то, как передать вот энергию любви, да, через фотографию, когда это, когда речь идет именно о семейной истории. Ты снимаешь роды. У меня был опыт съемки родов, пока однократный, и, к сожалению, в России у нас это направление, как сказать, не развито, да, и, в общем-то, пока тяжело воспринимается психологически, и кому-то очень нравится, у кого-то вызывает шок, да, такого рода съемки. Для меня это был, конечно, колоссальный опыт, и я надеюсь, он еще повторится, потому что полная перезагрузка вообще представлений, и представлений и жизненных, да, и фотографических, и пик, наверное, переживаний. Сильнее эмоций я испытывала, разве что на своих родах, ну, реально. То есть, это тяжело с чем-либо сравнить, и такой опыт, он, ну, как, наверняка, для фотографа, он, как бы, не просто был значим, он был, ну, так, какой-то момент решающий. То есть, после съемки родов я поняла, что я, в принципе, могу снять все, и в любых условиях, и сделать это красиво, технично и эмоционально, независимо от того, что у меня происходит в процессе. То есть, да, такой был опыт, интересно. Ты хочешь еще такое снимать, да? Я хочу такое снимать, и я, в общем-то, надеюсь, что это со временем будет более устребовано, наверное, чем сейчас. Ты специально ищешь, и занимаешься этим? Я занимаюсь этим вопросом, и, в принципе, интересуются у меня, да, будущие мамы, но в последний момент не решаются, да, есть очень много страхов по этому поводу, и, ну, каждая женщина переживает, как она будет выглядеть, да, на фотографиях все пойдет, и, конечно, те аргументы, которые я привожу, что я выбираю лучшие моменты, снимаю только любовь без физиологии, ну, пока, видимо, не совсем убедительно действуют для женщин, И, в общем-то, несмотря на то, что я ищу, да, такие съемки, к сожалению, пока больше не было таких аргументов, нет. А у тебя в основном страхи есть какие-нибудь существуют по этому поводу? Ну, там очень много непредсказуемости, не страшно? Конечно, страшно, и страшна непредсказуемость, и страшно, справлюсь ли я, и справится ли мама, и как все пойдет, и удастся ли мне сделать это красиво, естественно, и без лишних подробностей, и, ну, вообще, как бы, роды, это всегда страшно. И это всегда красиво, и все это страшно, и вот эти два противоречивых чувства, сливаясь в одну, дают колоссальную энергетику. В принципе, ну, несмотря на то, что страшно, это, ну, как бы, очень интересно, и, наверное, интересов больше, чем страха, поэтому это мотивирует двигаться в этом направлении, искать варианты, дальше такие съемки проводить. Во всяком случае, желание не пропадает. Ты изучила этот вопрос по опыту западных стран? Там прям развитое? Я видел, что там больше, чем в России. Да, там очень-то там развитое, в Европе, и в Америке есть фотографы, которые специализируются именно на таком виде съемок, и причем в их варианте физиологии гораздо больше, чем то, как я себе это представляю. И, в общем-то, опыт интересен, я слежу за такими пабликами в Инстаграме, да, за такими аккаунтами в интернете стараюсь искать, смотреть эту информацию. И, ну, в общем-то, европейский опыт полезен, да, наверное, но здесь сложно сказать, если, допустим, в других видах съемки мы можем чем-то учиться, да, у других фотографов, то, мне кажется, что касается съемки родов, это такой эксклюзивный опыт, которому не научишься. То есть ты не сможешь сходить на мастер-класс по съемке родов, да, ты не сможешь, ну, посмотреть какое-то обучающее видео, да, по этому направлению. Это всегда через себя нужно пропускать и, в общем-то, искать варианты. Мне кажется, фотограф, который снимает репортажи, снимает, ну, какие-то эмоциональные моменты по другим направлениям, там, те же самые, там, выписки из роддомов, либо крещения, да, тоже такой насыщенный, да, событиями момент. С родами тоже можно справиться. Здесь самое главное, чтобы было желание, наверное, и, ну, вот, тот самый двигатель внутренний, который подталкивает поиск такого опыта и таких переживаний. Есть ли в твоей работе сезонность? В моей работе, конечно, и сезонность, и пик, наверное, сезонность – это август и ноябрь, декабрь, когда новогодние съемки мы проводим, более-менее затишье – это, конечно, февраль, когда спад после Нового года и такой более спокойный режим съемок. И, в принципе, наверное, все, да, февраль-март – более гладкий такой момент. Ну, поскольку я, в общем-то, активно продвигаюсь, есть определенная наработанная уже база, да, постоянных клиентов, которые любят фотографироваться именно у меня, то таких, чтобы, ну, моментов, чтобы совсем не было заказов или как-то тяжело мне было финансово, да, слава богу, нет. Как-то так. А у тебя хорошо работает сарафан? Сарафан работает отлично, да, потому что, ну, я считаю, как? Для того, чтобы сарафан активно работал, важно всегда, как бы сказать, превосходить ожидания клиента. Наши клиенты рассказывают о нас, их хочется поделиться, их привод, да, энергетический, когда мы сделали лучше, больше и качественнее, или, может быть, более, ну, то есть дали им больше, чем они ожидали, да, больше эмоций, больше фотографий, может быть, больше впечатлений, лучше сервис оказали, да, чем тот, на который они рассчитывали. И в этом случае, конечно, хочется рассказывать о фотографии, хочется делиться, там, с окружающими, с близкими этим опытом, да, показывать эти снимки, и сарафан у меня работает, конечно, отлично. И в этом плане, ну, я, конечно, предпринимаю определенные усилия для того, чтобы, ну, мои клиенты получали все самое лучшее и, в общем-то, в лучшем виде. Ну, вот вау-фактор, вот этот сделать, часто и упаковка работает, правильно? И отдача, но я видел, что ты не спрашиваешь, как ты выдаешь, твоя упаковка выложена и на сайте, и отдаешь, предлагаешь курьером привезти, это не мешает? Нет, это не мешает, потому что каждому заказу у меня есть бонусы, которые клиенты не знают, и иногда вот тот самый маленький бонус, он является ключевым моментом для того, чтобы усилить впечатление. У меня есть совершенно четкая позиция, клиенты мои видят заранее фотографии, то есть, потому что мне важно, чтобы каждый снимок, который входит в пакет услуг, в комплекс услуг, да, который получает клиент, то каждая фотография нравилась. Поэтому заранее, до того, как я делаю печать, да, и вручаю готовый продукт своим клиентам, я согласовываю, показываю заранее фотографии, да, через файлообменник, и, в общем-то, если есть какие-то пожелания дополнительные, да, по тем или иным моментам, я учитываю, для меня важно мнение клиента, я корректирую, да, какие-то моменты, если что-то не так. Поэтому вау-фактор идет не за счет того, что фотографии открываются, там, альбомы смотрятся, а за счет других маленьких секретов, вот, которых я рассказываю на своем мастер-классе. Расскажи про свои мастер-классы, как ты пришла к тому, что нужно делать, это забить не сезону, или это желание делиться опытом, что для тебя мастер-класс? Вообще, как бы, мастер-классы я стала проводить в тот момент, когда стало поступать очень много вопросов от коллег, как получаются те или иные моменты, как мне удается расслабить людей, как, почему у меня такие папы гармоничные на фотографиях, в общем-то, я делилась налево и направо, рассказывая об этом на встречах, пока меня не прижала моя подруга, в Питере коллега и подруга Анастасия Коин. И не сказала, так, хватит тут делиться, давай проводить мастер-классы. Она была первым моим организатором и сподвигла и мотивировала меня начать это дело, потому что были определенные страхи, страхи работы с аудиторией, страхи были связаны еще с тем, что мне казалось, что, ну, что здесь такого, я ничего особенного не даю, вот, но раз был спрос, и люди спрашивали про обучение, спрашивали, как делать те или иные моменты, да, то есть мне показалось, что пора, да, и, в общем-то, эти чувства, они были не беспочвенные, да, когда Настя мне дала такой пинок в этом направлении, они очень быстро стали организовываться группы, собираться мастер-классы, и, в общем-то, сарафан пошел от довольных участников. И для меня сейчас мастер-классы — это возможность не только делиться, да, опытом, но и двигаться вперед, потому что, когда мы обучаем, мы получаем колоссальный заряд и сами учимся, то есть это стимулирует постоянно двигаться дальше, да, узнавать что-то новое, и, узнавая что-то новое, передавать эти знания своим ученикам. Кроме того, есть еще свои интересы, давая программы по маркетингу, я каким-то образом еще участвую в развитии фотобизнеса, да, и фоторынка детских семейных фотографов, потому что, к сожалению, когда приходят в этот бизнес женщины, да, это в основном по большей части женский бизнес, мало кто считает, ну, элементарные экономические параметры, да, прежде чем начать заниматься именно фотографией как бизнеса. То есть никто не считает себе стоимость, никто не считает вложения, никто не планирует прибыль, да, и не закладывает, ну, основанно для будущего развития. И, в общем-то, все смотрят друг на друга, часто бывает приходят фотографии у женщины, у которых нету острой потребности в зарабатывании денег, то есть это больше как для себя, да, как на нитке, на колготке, а в результате, в общем-то, получается, что женщина лишает себя многих возможностей, лишает себе возможности заниматься семьей, да, уделять должное внимание детям, мужу, готовить борщи, ну, в общем-то, заниматься обычными женскими обязанностями, и с головой уходят фотографии, да, берут много заказов, много обработки, сидят по ночам, тратят свою молодость, здоровье, да, и в результате ни денег, ни свободного времени, ни, в общем-то, гармоничной семейной жизни. Поэтому, если женщина для себя выбирает направление, то есть фотография именно как бизнес, а не просто как творчество, как свободное времяпрепровождение, в этом случае моя задача и нынешняя миссия, да, дать эту почву, основу для того, чтобы весь рынок развивался, да, и чтобы мы могли вместе двигаться вперед, потому что, когда грамотно подходить, если грамотно подходить к этому вопросу, и не оглядываться на других, да, на тех, кто не владеет этой информацией, есть возможность чего-то достичь и, в общем-то, гармонично строить свою жизнь и личную, и семейную, да, и творческую, и в плане бизнеса двигаться вперед. — И тебе это удается и вести фото-бизнес, и время остается? Или это как-то стремишься? — Ну, я к этому стремлюсь, конечно, я вообще трудоголик по природе, с головой ухожу в это дело, ну, у меня есть большая цель построить дом, да, для своих детей, и, в общем-то, большие планы на будущее в этом направлении, и мне хотелось бы годам в 50 уже не работать, ну, то есть, я имею в виду, активно, так, как сейчас это все происходит. Поэтому сейчас я закладываю ту самую основу для того, чтобы обеспечить себе и своим детям благополучное вот это будущее в плане финансов, и дальше иметь возможность заниматься чем-то более спокойным, нежели фотографией, потому что фотография занимает, ну, очень много времени, энергии, да, и если мы работаем на всех 100%, имеем высокие стандарты в своей деятельности, мы отдаемся полностью, да, и с каждым годом возможность восстановления, ну, как бы все тяжелее и тяжелее, да, поэтому я и других вот своих учеников сподвигаю к тому, чтобы, если заниматься этим делом, нужно делать это за достойные деньги, да, и мы не должны продавать дешево свои услуги, и, в общем-то, свою жизнь пускать. Вот такой прессинг, да, потому что творчество засасывает, засасывает вот моменты с обработкой связанные, ночные сидения, творческие стремления, постоянное недовольство собой, вот эти качели, да, «Сегодня я гений, завтра я никто», и, в общем-то, мне важно вносить идею, что каждая женщина должна определиться, либо она занимается фотографией для души, вот, творчеством, либо она занимается бизнесом, в этом случае она не имеет права брать за свои услуги маленькие деньги, да, то есть если уже погружаться с головой, да, в это направление, тогда нужно достойно зарабатывать, а не, как бы, прожигать свою жизнь, и при этом и в кармане пусто, и, в общем-то, и борщи не готовы. Тебе удается, у тебя есть свободное время? У меня свободного времени мало, вот, и я максимально стараюсь свободное время использовать вот по назначению, уделяя его детям, да, мужу, и с хозяйством, конечно, мне печально, и, в общем-то, это такими набегами все происходит, и работа занимает, конечно, наверное, 80% моего свободного времени, но у меня есть большая цель. Поэтому я себя, может быть, оправдываю таким образом, но, во всяком случае, хотелось бы, конечно, иметь больше свободного времени именно на отдых, потому что сейчас я работаю по максимуму, конечно, на таких предельных оборотах, и мне сложно себя контролировать, сложно остановиться. Ну, в фотографии, да, в обучении я получаю очень много эмоций, да, я получаю очень большую отдачу и в виде признания, признания от коллег, признания от своих героев и в виде осознания того, что ты не просто сфотографируешь, а имеешь некую, можно так сказать, там, высокопарную немножко миссию, да, вот создавать то самое наследие, да, передавать семейные ценности из поколения в поколение. И я люблю представлять себе такие картины, как, допустим, маленькие дети, которых я сейчас снимаю, да, там, в рамках семейной истории, вырастут и будут смотреть эти книги, которые мы сейчас делаем, и будут рассказывать о своем детстве своим детям, показывая те самые книги с семейной истории, с наследием, передавать это из поколения в поколение. И эта мысль, она, ну, движет мной, да, она заставляет каждое утро просыпаться, придумать что-то новое, предлагать для своих клиентов лучшее решение и обучать вот именно такому видению своих учеников. Ну, вот как ты спросил, да, к сожалению, на личную жизнь, на какой-то вот отдых, да, такое свободное валяние, и, в общем-то, такие житейские удовольствия остается очень мало времени. А твоя фотография меняется? Моя фотография меняется, и это хорошо. Вот. Если я понимаю, что мне мои фотографии нравятся больше, чем полгода, для меня это тревожный знак. Что-то идет не так. Но здесь вот сложно на это влиять, на этот процесс. Он происходит вот стихийно, как правило. И бывает хочется что-то изменить, и не нравится, и ты пробуешь какие-то другие решения, и не получается, и расстраиваешься. Но проходит какое-то время, и что-то переключается само собой. Здесь, может быть, влияет и насмотренность на работы других фотографов, которые нравятся. Причем нравятся в разный период времени разные направления, разные мастера, разный подход, разная обработка фотографий. И, может быть, влияют жизненные представления, жизненные ситуации в определенный период времени. И здесь вот мне хотелось бы, конечно, найти этот ключик, как переключать себя, да, вот с одного типа там фотографии на другой. Я имею в виду видение, да. И не знаю, как это формируется. Пока для меня это загадка. Вот что можно такое делать. Причем даже вот, я думала, может быть, это зависит от обучения. Сходить куда-то поучиться, посмотреть, как делают другие. Не зависит. То есть можно перенять приемы обработки, можно перенять технические моменты. А видение, оно как-то независимо от нас. Может быть, это как-то свыше дается, вот какие-то вот нюансы, да. Потому что даже снимая на одну одинаковую камеру, принимая, занимая одни и те же настройки, делая там одинаковую обработку, у всех все по-разному, да, все видят по-разному. И мне хочется глубже делать фотографии, мне хочется делать их более, ну, такими вот, проникающими в душу. И я стараюсь двигаться в этом направлении. Не знаю, насколько получается, но, во всяком случае, если посмотреть, допустим, то, что я делала там два года назад и то, что делаю сейчас, я с собой в целом довольна. То есть прогресс, он виден. А ты упоминала о бонусиках, фишечках, подарочках каких-то клиентам. Если клиент к тебе обращается снова, этот бонус, подарок будет такой же или это что-то другое? Нет, это будет другой. И бонусы и подарки у меня всегда персонализированы. И я веду определенную базу данных для клиентов, когда я заношу пожелания, нюансы, может быть, ну, какие-то индивидуальные моменты, которые дают мне сигналы к тому, что именно порадует того или иного героя. И каждый раз, при каждой съемке бонусы могут быть разные. Но могут и повторяться, если люди ценят одно и то же, допустим, да, из раза в раз. Ну, об этом на моем мастер-классе. Хорошо. А еще расскажи, пожалуйста, как ты работаешь с постоянными клиентами? Вот семья. Непогода? В студии отсняли, дома отсняли, на природе хороший свет выбрала, там, да, какой-то тепленький, закатненький. Еще обращаются. Настя, еще хочется. Ты повторяешься или каждый раз пытаешься что-то новое сделать? Ну, тут зависит от пожеланий клиента. Если они не хотят повторить, допустим, ребенок подрос, пришлют, там, год, полтора, да, дети же быстро растут, меняются, то мы можем повторить. Ну, единственное, поменять студию, либо поменять место, куда мы поедем фотографироваться. По-моему, сфера детской фотографии, детско-семейная, она безгранична. И невозможно сделать одинаково две съемки, да, тем более проходит время, развиваюсь я фотографически, меняется видение, меняются мои герои, меняется их внешность, меняется характер взаимоотношений. И каждый раз это что-то новое, да. Даже если мы встречаемся с периодичностью, например, раз в полгода, это всегда разные съемки. Независимо от того, повторяем ли мы место, мы имеем там студию, либо на улице мы фотографируем. Дома я люблю больше всего, конечно, снимать. И для меня семейная история, она в большей степени связана и ассоциируется с домашней съемкой. Ты даешь на мастер-классе психологию? Да. Это понятно. Ты поехала в Питер на психолог учиться. Ты даешь съемку и маркетинг. Ты этому училась теленаправленно или это опыт работы накопил эти все знания? Вот съемка и маркетинг это такие направления, где невозможно знать все. И мы постоянно развиваемся, да, приобретая новые навыки, тестируя новые инструменты. И если брать, допустим, мою систему маркетинга, да, которую я рассказываю на своих мастер-классах, это такая сборная солянка информации, которая черпалась из разных источников. Причем не всегда связана даже с фотографией. И с психологией рекламы, из маркетинга, там, других сфер, из маркетинга фотографии и из опыта других коллег. То есть я собирала, аккумулировала эти инструменты, когда активно развивалась, да, и, в общем-то, стремилась выйти на определенный уровень по ценовому сегменту, да, на определенный уровень работы с целевой аудиторией. И я тестировала разные инструменты, собирала то, что работает, и отбрасывала то, что не работает. Я старалась, как человек системный, собирать это все не просто отдельными такими кусками, да, а формировать четкую стратегию и последовательность, чтобы была ясная картина, что делать и куда двигаться. И, в общем-то, фишка, наверное, мастер-класса по маркетингу в том, что это не отдельно взятые инструменты, где искать клиентов и как себе продавать. Это целая стратегия от нуля, от позиционирования до клиента-ориентированного сервиса. Потому что в моем представлении, для того, чтобы развивался фото-бизнес, необходимо развивать четыре направления, да, прежде всего, свою личность и свои ценности, да, и ту идею, которую ты предлагаешь для своих героев, то есть, в моем случае, например, фотография как наследие, да, это и наши фотографии, да, которые должны улучшаться там из года в год, и из раза в раз мы стремимся к тому, чтобы соблюдать высокие стандарты и выдавать предсказуемый качественный продукт. Это и система продвижения и продаж, и клиента-ориентированный сервис, и работа с командой. И, в общем-то, каждый из этих блоков должен развиваться параллельно с другими, потому что только в этом случае мы имеем возможность растягивать именно как коммерческий фотограф. Вот. В общем-то, если двух словах говорить, да, о том, что я делаю, о моей системе, она, ну, многогранна, она захватывает каждое из этих направлений. И в своих программах я подробно рассказываю, что нужно делать для того, чтобы двигаться, да, вот одновременно во всех направлениях, при этом соблюдая определенную последовательность. А что касается съемки, здесь абсолютно такой же момент, пробуешь новые инструменты, смотришь, где-то читаешь, где-то у кого-то учишься, что-то отметаешь, что-то вклиниваешь в свою работу. Вот. Ведь, по сути, вот, наверное, если брать вот любое направление, там, не знаю, с фотографией связанной или не связанной даже, мы велосипед не изобретаем, да, есть камера, есть настройки, есть техники. И когда мы где-то учимся, собирая информацию по кусочкам, да, в результате этих кусочков создаётся что-то новое, уникальное, своё, узнаваемое. И если это интересно людям, интересно клиентам, нашим героям, если это интересно другим фотографам, то, в общем-то, это хороший стимул для того, чтобы создать обучающую программу и передавать именно свой личный опыт. Ведь мы же не учим каким-то, ну, как сказать, истинам, да, то есть делать так и никак иначе. Я рассказываю именно о своём опыте и о тех фишках, которые использую я в своей работе. И если это интересно, если это интересно фотографам, да, то, в общем-то, это стимулирует меня делать обучающие программы и менять с года в год, какие-то новые инструменты добавлять, потому что я тоже не стою на месте, я пробую новые фишки, я открываю для себя тоже какие-то новые инструменты и передаю это своим ученикам в дальнейшем. И уже, соответственно, каждый другой фотограф, который побывал у меня, из моей системы тоже вычленяет какие-то отдельные блоки, которые ему ближе, которые он может применять и вклинивает в свою систему работы. И из этого тоже происходит нечто уникальное, да, потому что не бывает двух одинаковых фотографов. И даже если кто-то пытается кого-то копировать, да, как-то вот перенимать манеру, да, или повторять, одинаково не получится. Получится все равно по-своему. Нет второй Настя Калова, как нет второго Андрея Сатадинова, да. И, в общем-то, в этом вся прелесть того дела, чем мы занимаемся. Ты так очень сильно подкована в теоретической части, в практике, с самой техникой. Ты также уверенно работаешь? Я с техникой работаю уверенно. Я знаю, как делать красивые картинки, как управлять техникой. Я не всегда, может быть, могу словами технически объяснить, да, но я могу объяснить это по-женски. Поэтому с девочками у меня работать гораздо проще, да. Я показываю, как сделать красивую картинку, как настроить камеру, как вывести нужные цвета. Но если брать глубину технических всех этих параметров, то, что так любят мужчины, здесь, конечно, я, может быть, не так сильно подкована. И, в общем-то, я не считаю нужным. Самое главное, что у меня получаются классные картинки. А, может быть, вот, глубинные штуки, да, может быть, по железу или по каким-то вот программным частям, мне это уже не так важно. Если мне что-то нужно, допустим, с компьютером сделать или вот с камерой, да, там, я не веду, там, починить что-то, да, или почистить матрицы, или каким-то образом произвести там другое техобслуживание, я несу все это дело в специализированный центр либо приглашаю человека, который помогает мне справиться, да, там, с калибровкой монитора, либо вот как-то решить другие вопросы. А моя задача делать красивые картинки. Я это делать умею, поэтому, в общем-то, что именно ты имеешь в виду по технической части? Все, ответила. Спасибо. Отлично. Успешный фотограф может быть успешным без знания маркетинга? Успешный фотограф может быть успешен без знания маркетинга, если, во-первых, двух вариантов. Либо, если у него нет задачи заниматься фотографией как бизнесом, да, он может делать, заниматься любимым делом, да, заниматься творчеством и быть признанным, в общем-то, ну, как бы, без цели зарабатывать, да, деньги, потому что не всех мотивирует именно финансовая сторона заниматься фотографией. Многие занимаются этим делом именно для признания, для того, чтобы себя как-то творчески выразить в мире и донести, может, какие-то свои ценности через свои картинки. Это первый момент. Второй момент. Вот я разделяю всех фотографов, да, на две такие большие категории. Первая категория — это люди, одаренные от Бога, это мастера. И это те, кто известен, вот им дано, да, сверху какое-то видение, да, и, в общем-то, можно особо маркетингом не заниматься, да, достаточно просто делать свое дело и показывать миру. И будет много поклонников, и будет, в общем-то, признание, и, ну, финансовая сторона тоже будет удовлетворена. А другие ремесленники, вот я себя отношу именно ко второй части, да, то есть ко второй категории. Те, кто добивается успеха именно путем трудолюбия, путем, как сказать, усердия. И здесь, конечно, без маркетинга не обойтись, когда тебе нужно доказать, что ты чего-то стоишь, и, в общем-то, донести свои идеи до людей и каким-то образом делать что-то, предлагать усилия для того, чтобы о тебе узнали. Вот как бы так. А меняются ли в маркетинге инструменты с тем, что меняется рынок, кризис, конкуренция, там, меняются ли? Инструменты меняются, ну, как бы, независимо от кризиса, наверное, или от рынка. Инструменты меняются с развитием интернет-технологий, да, там, социальных сетей, моментов, связанных с продвижением, именно, ну, то есть, с эффективными методами в соцсетях, если мы берем непосредственно эту площадку. Кризис никак на это не влияет, потому что кризис, если мы рассматриваем, берем, кризис с японской точки зрения, да, кризис – это всегда, с одной стороны, потери, с другой стороны, возможности. И если мы рассматриваем свою целевую аудиторию достаточно широкий плац людей, у кого-то может быть, допустим, спад, да, по финансовым возможностям и снижение мотивации приобретать фотосессию, у кого-то, наоборот, подъем, да. Если, допустим, у меня есть некое представление, да, если мы говорим, там, сейчас об импортозамещении и о развитии сельского хозяйства, в том числе на юге, мне кажется, что как раз в южном регионе сейчас, в общем-то, кризис повлиял, ну, достаточно положительно на определенную часть людей, у которых появились новые возможности по финансовому развитию, а это влечет, ведет к тому, что, ну, в общем-то, когда у одних снижаются, да, возможности, у других увеличиваются. И если к нам перестает идти, там, одна категория людей, то, возможно, есть вероятность привлечия другу, да, у которой, в общем-то, все сейчас хорошо. Потому что фотосессия – не продукт первой необходимости, да, и съемки заказывают люди, у которых базовые потребности, да, вот, удовлетворены, как правило, которым хочется нечто большее. Если мы предлагаем нашим клиентам что-то ценное и доносим важность, да, вот этой семейной истории, семейной передачи наследия, приходят именно за этим. Приходят не за фотографиями для ВКонтакте, да, ВКонтакте, приходят не за семью-минутным развлечением, а приходят целенаправленно сделать вклад в будущее своих детей. И это совсем, ну, как бы, другая мотивация, другая категория клиентов, которые интересны нам и которым интересны мы. И, в общем-то, тут многое еще зависит от того, как позиционировать свои услуги. Если, допустим, сам фотограф не понимает, да, что он продает, зачем он это делает и не ценит, да, свой труд, и, в общем-то, ну, есть такой вот момент непонимания, да, что приобретает клиент помимо фотографий, тогда сложно донести вот эту ценность до клиента. И, в общем-то, тогда происходит такой момент, когда человек думает, выходной день, куда пойти в семье, пофотографироваться или на батутах попрыгать, там, в ресторане посидеть, да, потратить, там, энную сумму денег или пойти, там, провести время, там, посниматься, пофотографироваться. И если мы, то, что мы делаем, ну, ставим несколько выше, да, именно в пирамиде ценностных потребностей, тогда и к съемкам готовятся лучше, да, и более осознанные клиенты приходят, понимая, зачем это все делать. И у нас есть возможность устанавливать долгосрочные отношения с нашими клиентами, да, а не проводить фотосессии как разовые акции, вот, как развлечения, да. Скажи, пожалуйста, какие для тебя сейчас актуальные инструменты в соцсетях? Хороший вопрос. Ну, на примере сразу, можно, одноклассники для тебя актуальны? Одноклассники не актуальны, потому что я, в основном, Петербурге, как бы продвигаюсь и, в общем-то, развиваю, да, свой фото-бизнес. У нас одноклассники не работают. Это больше ВКонтакте и Инстаграм, две площадки. И, естественно, свой сайт. Фейсбук? Фейсбук тоже не работает. Как-то так вот цитировала я очень долго, занималась, ну, два года почти. Фейсбуком очень плотно и платными методами, и бесплатными методами. И, в общем-то, за все время ни одного заказа с Фейсбука у меня не было. В общем-то, поэтому акцент я делаю на другие площадки. А Перископ пробовала? Перископ пробовала, не понравилось. Во-первых, я очень себя некомфортно чувствую на видео, когда я знаю, что меня снимают. Во-вторых, Перископ я открытой трансляции, и когда начинают смотреть подряд и комментировать, в общем-то, как правило, с грубыми какими-то посылами, я очень тяжело это воспринимаю, мне неприятно, мне хочется, ну, как грязь с себя стряхнуть, потому что, ну, заходят неадекватные люди зачастую. И мы пробовали делать трансляции в Перископе и со съемок, и с мастер-классов. И, в общем-то, ну, я пока для себя не оценила эту площадку. Возможно, позже я смогу прочувствовать, да, этот инструмент и как-то оттенить свою работу. Но пока, может быть, Перископа, я думала, да, как я могу использовать, можно проводить трансляции с ответами на какие-то актуальные вопросы от подписчиков, от клиентов, либо от фотографов, да, которые следят за моим творчеством. Но несложно сделать этот шаг, потому что, ну, я на видео смущаюсь. Если еще смонтировать можно, то в Перископе ты онлайн, и здесь, если идут какие-то заминки, да, в общем-то, тяжело будет потом как-то, ну, выролить из этой ситуации. Но пока Перископ для меня не работает. Ну, мониторила, оно у кого-то работает, Перископ, может работать? Я думаю, да, особенно у тех фотографов, которые плотно занимаются обучением. Потому что Перископ такая, сейчас только стартовая, да, я имею в виду стартовый этап развития в этой соцсети, и в основном много фотографов там, да, я имею в виду, если брать в наше направление. А среди клиентов или там целевой аудитории, я периодически спрашиваю, есть ли вы в Перископе. Правильно, не спрашиваю, но у меня не отвечают, а что это такое. Не знаю. Но фотографов много, и площадка для того, чтобы показывать какие-то промо-версии, да, или делать такие небольшие трансляции, там, с уроков индивидуальных, либо с мастер-классов, и разогревать интерес, да, к программам, это хорошая площадка, мне кажется. Во всяком случае, я периодически захожу и слежу за интересными, мне, да, личностями, фотографами. И, хотя не получают у нас вот пользы такой практической, но как момент такой подглянуть, да, интерес присутствует. Хорошо. К мастер-классам вернемся. Ты даешь на своем мастер-классе маркетинг, психологию, и практическую съемку, да? Практическая съемка в Ростове была на природе. Да. Большой семье. Да. Это всегда так? Или студию тоже делаешь, показываешь? Да, я могу либо в студии сделать, да, мастер-класс, либо на природе. Ну, тут, во-первых, я отталкиваюсь от сезона, если зимой я провожу, да, на мороз, я не буду выгонять большую семью и морозить. Мы делаем это все в рамках фотостудии. Летом или там весной я стараюсь, конечно, на улице дать эту программу. Я был на твоем сайте и удивился, ну, во-первых, тому, что многие те, кто преподают в аркетинге, говорят о том, что нельзя выкладывать прайсы. Так. У тебя все выложено. Да. Раз. И второе, в прайсах у тебя нет ограничения по времени съемки. То есть нет либо час в фотосессии, два часа в фотосессии, по чему? Или как? Что у тебя вовремя изображения? По ценам у меня позиция такая. Я как личность, да, когда я ищу какую-то услугу или, ну, что-то меня интересует, я захожу на сайт, и там нету цен, то есть, ну, описание нету цен, меня очень сильно это злит. Меня это раздражает, и я, в общем-то, я не буду тратить свое время для того, чтобы звонить и узнавать подробности, да. Я пойду на другой сайт, где есть цены, где я смогу сориентироваться. Вот именно из таких соображений у меня на сайте есть цены. И, кроме того, я не трачу время от своих героев, я уважаю их время, да. И люди, заходя ко мне на сайт, рассматривая прайс, если им подходят, да, те условия, которые я предлагаю, они ко мне обращаются, и мы уже более предметно разговариваем. Если им не подходит, то, в общем-то, они и себя не ставят в новкое положение, когда звонят, набирают номер, да, а я озвучиваю цену, а они не могут себе позволить, допустим, да, заказать эту съемку. То есть, некомфортные эмоции испытывают. И, в общем-то, и я не трачу свое время на такие разговоры. Хотя зачастую обращаются люди, которые вроде бы были на сайте, но цен не увидели, либо не захотели, да, увидеть. И в этом случае мы уже оговариваем более предметно все варианты, которые я могу предложить по тому или иному виду съемки. Но для меня наличие прайса на сайте – это уважение к моим клиентам. Я согласен, у меня то же самое. Но как у тебя обстоят дела? Я все равно каждый день, хоть у меня указано в ВКонтакте, мой сайт такой, то есть и прайсы ценят. Да, каждый день консультируешь по стоимости. И все равно пишут. А сколько стоит? Да, да. Иногда я думала над этой ситуацией, думаю, как же так? Мне кажется, когда человек интересуется съемкой, и вроде бы хочется и колиться, и здесь вот, ну, как-то надо завязать разговор с фотографом. Самое простое, даже зная, сколько стоит, написать, либо позвонить и спросить, здравствуйте, там, да, сколько стоит семейная фотосессия, как момент, ну, первого контакта, да. Потому что сложно пока изначально решить, а вообще хочу ли или нет. Люди звонят для того, чтобы услышать, как вообще их примут, да, а кто там на другом конце, да, телефона, и, в общем-то, чего ждать, и как со мной будут общаться. Я вообще не знаю, готов ли я заказать или нет, я еще не принял решение. Поэтому вопрос, здравствуйте, сколько стоит, он, может быть, такой диагностический, да, в некоторой степени. Я сначала послушаю тебя, что ты мне скажешь, как ты опишешь там свою работу, что ты мне можешь предложить, а потом уже приму решение, хочу я или нет. Потому что первого желания по картинке может быть недостаточно, да, для людей, тем более сейчас большинство, да, клиентов и, в общем-то, людей искушенные, да, в вопросах съемки, в вопросах хорошего сервиса, грамотного подхода, приятного общения, да, и, в общем, я рассматриваю такой вариант, что люди иногда обращаются с вопросом, сколько стоит, уже зная, какие есть цены. Плюс еще такой момент, а вдруг какие-нибудь спецпредложения у меня есть, да, а вдруг я могу что-нибудь интересненькое предложить, то, чего мне нет на сайте. Ну, почему бы и нет. И ты можешь предложить что-нибудь интересненькое? А я, как правило, ну, все зависит, во-первых, от загрузки, да, от сезонности и от напряженности графика моего ближайшего. И обычно, если, скажем, мои стандартные условия не подходят, да, моим клиентам, я спрашиваю, ну, а чего именно вы хотели бы и на какую сумму вы рассчитываете. И уже отталкиваясь от этой информации, я либо предлагаю какие-нибудь специальные, да, предложения, удобные мне, интересные мне, может быть, идею какую-то я хочу реализовать именно сама. И я могу сделать, ну, специальное предложение для тех героев, которыми, допустим, не осилить мой стандартный прайс, но при этом при условии, что мы едем в определенное место и реализуем ту идею, которую я вынашиваю, допустим, на протяжении какого-то времени. Либо, если те условия, на которые рассчитывает клиент, не подходят мне совсем, да, я могу порекомендовать кого-то из коллег, либо кого-то из своих учеников, либо, в общем-то, посоветовать, где посмотреть примеры, там, других фотографов и выбрать для себя подходящий вариант на тот бюджет, на который человек рассчитывает. Скажи, пожалуйста, для тех, кто только пришел в фотографию и хотят быстро чего-то добиться, возможно ли быстро, хорошо, качественно чего-то добиться, и что для этого надо? Ну, возможно, быстро добиться высоких результатов, да, ну, опять же, конечно, надо понимать, что не сегодня, если сегодня мы начали, то завтра не стоит ожидать большого успеха. Важно понимать, чего ты хочешь, двигаться вперед, не сдаваться и, ну, искать поддержки у близких, потому что без нее очень сложно двигаться вперед. Учиться у лучших и, в общем-то, если заниматься коммерческой фотографией, изначально просчитывать все плюсы и минусы, и минусы вхождения в этот рынок. Понимать, куда ты лезешь и, в общем-то, что тебя ждет. Иногда это очень жестко и очень неприятно, да, осознавать, что не все так радужно и пушисто, да, в этом направлении. И если уж назвался груздем, полезай в кузов, да, будь добр соответствовать, будь добр развивать свое портфолио и, в общем-то, не прикрывать свои, может быть, там, свою лень низкими ценами. Не знаю, я не могу. Давай еще раз. Может быть, что мне пожелать для новичков? Ну, в общем, так, все, собралась. Возможно, в быстрые строки добиться результатов. Для этого важно быть уверенным в себе, учиться у лучших, стремиться сразу снимать на хорошую технику и просчитывать все плюсы и минусы вхождения в этот рынок, да, считать себе стоимость и только после этого принимать решение, заниматься коммерческой фотографией или нет, или заниматься фотографированием бабочек, цветочков, там, детишек и получать максимум удовольствия от жизни. Потому что для женщины, да, прежде всего, важно, ну, быть мамой, быть женой и уже потом думать, как реализоваться в этом мире. И если уж работать семейным фотографом, то за достойные деньги, уважая себя и уважая свой труд. Вообще, начинающим хотелось бы пожелать энергии, хотелось бы пожелать включать голову, да, и заранее экономически просчитывать все свои возможности. И, в общем-то, успехов и классных достижений. Все. Я больше не могу. И приходить на мастер-класс ко мне. Спасибо тебе, Настя. Пожалуйста, Андрей. Очень интересно познавать. Можно поспать, да. Загорелся. Только я, наверное, все зрители загорелись прийти к тебе на мастер-класс. Когда с ним все расставят? Я думаю, что, наверное, в октябре, скорее всего, я приеду с интересной программой. А летом мы еще организуем дополнительно с учениками, с участниками этого мастер-класса. Организуем воркшоп по съемке, где будем снимать семьи, где будем искать интересные локации. И я думаю, что будет очень здорово. А онлайн ты преподаешь? Онлайн, да, я преподаю. И уроки по обработке даю. И, в общем-то, консультирую по маркетингу, даю персональные консультации. Но больше люблю живое обучение, живой контакт. Все-таки это более эффективно, чем онлайн. А онлайн это только персональные или есть какие-то вебинары? Есть вебинары. Давно не собирала вебинары. Наверное, последние года полтора были вебинары по съемке выписки из роддома с подробными, со всеми инструкциями, со всеми моментами. Потому что выписки из роддома – это тоже одно из ключевых направлений моей деятельности. Я считаю, что в Петербурге я одна из лучших фотографов по этому направлению. И, в общем-то, тоже моя большая любовь и моя большая гордость. Выписки из роддома. Кроме этого, были вебинары по маркетингу. И где-то ближе, наверное, к осень я планирую вебинар по психологии семейной съемки. Вот как-то так. Еще не ответила на этот вопрос. Про прайсы поговорили. Про время фотосессии. Про время фотосессии. Мне комфортно не ограничивать время фотосессии. И обычно, когда обращаются ко мне клиенты, я говорю, что я рекомендую, если мы в студии сфотографируемся, я рекомендую бронировать на два часа. То есть за два часа я могу снять любой комплекс услуг из представленных мною на выбор для клиентов. И этого времени достаточно. Если необходимо уложиться в более короткий срок, мы лучше оставим час про запас, и он будет на всякий случай, на случай, если клиенты опоздают. И ни я не буду нервничать, ни они. Я говорю о том, что лучше мы раньше закончим, и вы поедете домой, чем мы будем торопиться и спешить укладываться в определенное время. Если съемка на пленэре у нас, либо в домашних условиях, комфортно и клиентам осознавать, что я не включила счетчик, и если ребенок уснул, либо необходимо время перекусить, либо просто отдохнуть, что мы теряем время от фотосессии, а оплата идет за это время. И, как правило, больше двух часов мало кто выдерживает фотографироваться с детишками, либо будучи беременной. Поэтому комфортно и клиентам, и мне. Я не люблю смотреть на время, мне комфортно работать в таком режиме неограниченном. Я могу увлечься, я могу начать испытывать удовольствие и передавать то самое настоящее через полчаса, а то и через час от начала съемки. И мне важно иметь вот этот люфт. Я не люблю короткие съемки. И, в общем-то, часовые, редко, когда провожу фотосессии, может быть, с постоянными только клиентами, которые ко мне приходят повторно, второй, третий раз, когда у нас уже есть контакты, мне проще найти ключик к сердцу моих героев, и, в общем-то, расположить их к себе. Мне не нужно узнавать, где эти ниточки, за которые нужно подергать для того, чтобы людям было комфортно, и они раскрылись. Вот, поэтому со временем у меня вот такой подход. Плюс ко всему я не продаю почасово, то есть моя работа – это не почасовая работа. Я предлагаю комплекс услуг, куда входит определенный набор опций, да, и рекомендую, есть рекомендуемое время для того, чтобы сделать, там, выполнить тот или иной комплекс услуг, да, сделать съемку такую. Но ко времени это не привязано никаким образом. Спасибо. Пожалуйста. Теперь точно все. Мне не точно все еще раз попрощаться теперь надо. Да-да. Еще раз бодренько улыбнуться. Да. Настя, спасибо тебе. Да, пожалуйста, Андрей. Спасибо тебе за интервью. Было очень интересно. Уже сколько? О, 12 часов ночи. Пора. Хорошо тебе отдохнуть. Да, спасибо. Творческих успехов и осенью обязательно еще раз увидимся. Я надеюсь, да. Должно быть что-то интересное. Я думаю, у меня есть уже соображение, какую съемку провести и как все это дело организовать. Отлично. До встречи. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok